Анжей Сапковский «Час презрения» Исполняет Всеволод Кузнецов Глава первая Эпиграф «Ты в крови, лицо и руки, Вся в крови твоя одежда, Так гори, прими же муки, Фалька, изверг, брось надежду» Детская песенка, исполняемая во время аутодафы куклы Фальки в Сочевник Саавины Ведьманы, то есть ведьмаки Нордлингов, таинственная элитная каста жрецов-воинов, вероятно, один из друидских кланов Обладая, как считается в народе, магической силой и сверхчеловеческими способностями, ведьмаки боролись против чудовищ, злых духов и всяческих темных сил В действительности же, мастерски владевшие оружием, ведьмаки использовались владыками Севера в межплеменных разборках Во время боя, ведьмаки, впадая в транс, вызываемый, как полагают, самогипнозом, либо одурманивающими декоктами, слепо бились, будучи совершенно невосприимчивыми к боли и даже серьезным телесным повреждениям, что укрепляло веру в их сверхъестественные способности Теория, гласящая, что ведьмак представляет собой продукт мутации, либо генной инженерии, подтверждения не получила Ведьмаки — герои многочисленных сказаний Норлингов Сравнить Ф. Доланой мифы и легенды народов Севера Эффенберг и Тальбот Энциклопедия Максима Мунди Том 15 Чтобы зарабатывать на жизнь в качестве настоящего гонца, любил говаривать апплигат, поступающим на службу юнцам, требуется, во-первых, золотая голова и, во-вторых, железная задница Золотая голова, — поучал апплигат молодых гонцов, — необходимо, поскольку под одеждой, в привязанной голой груди, плоской кожаной суме, гонец возит только малозначительные сообщения, которые, не опасаясь, можно доверить ненадежной бумаге либо пергаменту По-настоящему же важное и секретное известие, от которых многое зависит, гонец должен запомнить и повторить, кому следует, слово в слово А это порой бывают непростые слова Их и выговорить-то трудно, не то что запомнить А чтобы запомнить и, повторяя, не ошибиться, надобна воистину золотая голова Что же касается железной задницы, так это любой гонец очень даже скоро почувствует сам Стоит ему провести в седле три дня и три ночи, протрястись то, а то и двести верст по большакам, а ежели понадобится, то и по бездорожью Но, само собой, сидишь в седле небеспрерывно, иногда слезаешь, чтоб передохнуть Потому как человек может выдержать многое, а лошадь нет Но, когда после передышки снова заберешься в седло, то кажется, что зад в голос вопит «Спасите, убивают!» А кому в наше время нужны конные гонцы, господин Аплегат? Иногда удивлялись молодые люди К примеру, из Венгерберга до Вазимы никому не доскакать быстрее, чем в 4-5 дней Даже на самом что ни на есть резвом скакуне А сколько времени понадобится чародею, чтобы из того же Венгерберга переслать магическое сообщение в Вазиму? Полчаса, а то и меньше У гонца конь может сбить ногу Его могут прикончить разбойники или белки Разорвать волки или грифы Был гонец и нет гонца А чародейское сообщение завсегда дойдет Дороги не попутает, не запоздает и не затеряется К чему гонцы, коли при каждом королевском дворе есть чародеи? Нет, господин Аплегат, теперь гонцы уже не нужны Какое-то время Аплегат тоже думал, что больше он не пригодится Ему было 36 Ростом, правда, он не выдался, но был силен и жилист Работа не чурался, и голова была у него, разумеется, золотая Мог он найти другую работу, чтобы прокормить себя и жену Отложить немного деньжат на приданное двум незамужним пока дочерям Мог по-прежнему помогать замужней, мужу которой безнадежному недотепе Постоянно не везло в делах Но Аплегат не хотел и не представлял себе другой работы Он был королевским конным гонцом И вдруг, после долгого мучительного бездействия и никому не нужности Аплегат снова потребовался По большакам и лесным просекам застучали конские копыта Гонцы, как в добрые старые времена, опять принялись браздить Краину Разнося известия от города к городу Аплегат знал, в чем тут дело Он видел много, а слышал и того больше От него требовалось незамедлительно стереть из памяти содержание переданного сообщения Забыть о нем так, чтобы не вспомнить даже под пытками Но Аплегат помнил Помнил и знал, почему короли вдруг перестали обращаться к магии и магикам Сообщения, которые перевозили гонцы, должны были оставаться тайной для чародеев Короли вдруг не стали доверять магикам Перестали поверять им свои секреты Почему так неожиданно охладела дружба королей и чародеев Аплегат не знал, да и не очень-то хотел знать И короли, и магики, по его мнению Были существами непонятными, непредсказуемыми Особенно, когда наступали трудные времена А того, что наступили трудные времена, не заметить было невозможно Разъезжая от города к городу, от замка к замку, от королевства к королевству Дороги были забиты военными По большакам пылили колонны пехотинцев и конников А каждый встречный начальник был возбужден, взволнован, обидчив И так важен, будто судьбы мира зависели от него одного Города и замки тоже были полны вооруженного людо День и ночь там кипела лихорадочная суета Обычно незаметные бургграфы и костеляны Теперь без устали метались по дворам и стенам замков Злые, словно осы перед бурей Орали, сквернословили, отдавали приказы, забывая проверить их исполнение Раздавали пинки и зуботычины К крепостям и гарнизонам днем и ночью тянулись колонны тяжело груженных телег Навстречу им быстро и легко шли уже пустые обозы На дорогах вздымали облака пыли, перегоняемые прямо с пастбищ горячие трехлетки Непривыкшие к уделам и вооруженному седоку лошади Пользовались последними днями свободы Создавая погонщикам массу дополнительных хлопот А другим пользователям дорог немало забот Одним словом, в жарком неподвижном воздухе висела война Апплигат приподнялся на стременах, осмотрелся Внизу у подножия взгория поблескивала река Круто извиваясь меж луговин и куб деревьев За рекой на юге раскинулись леса Гонец прижал пятками лошадь Время торопило Он был в пути уже два дня Королевский приказ и почта застали его в Хаге Где он отдыхал после возвращения из Тритогора Из крепости выехал ночью Рысью прошел по большаку вдоль левого берега Понтера Перед рассветом пересек границу с Тимерией А теперь в полдень второго дня уже был на берегу Исмены Если б король Фольтест оказался в Визиме Апплигат вручил бы ему послание еще минувшей ночью К сожалению, короля не было в столице Он пребывал на юге страны, в Мориборе Почти в двух сотнях верст от Визимы Апплигат знал об этом Поэтому в районе Белого моста Оставил ведущий на запад большак и поехал лесами в сторону Эландера Он немного рисковал В здешних лесах разбойничали белки Эльфьи бригады, скаетаэли И горе тому, кто попадал им в руки, либо нарывался на стрелу Но королевский гонец вынужден рисковать Служба такая Апплигат легко преодолел реку С июня не было дождей, и вода в Исмене заметно спала Придерживаясь опушки леса, добрался до дороги, ведущей из Визимы на юго-восток В сторону краснолюдских медиплавилен, кузнец и поселков в массиве Махакам По дороге тащились телеги Их то и дело опережали конные разъезды Апплигат облегченно вздохнул Где людно, нет скаетаэли Компания против восставших эльфов тянулась в Тимерии уже год Преследуемые по лесам беличи бригады разбились на мелкие группы А мелкие группы держались вдали от шумных дорог И засад на них не устраивали К вечеру он уже был на западной границе княжества Эландер У развилки вблизи деревушки Завада Оттуда прямая и безопасная дорога вела на Морибор 42 версты мощеным людным трактом На развилке пристроилась корчма Он решил передохнуть и дать отдых лошади Знал, что если выехать на заре, то даже не особенно утомляя кобылку Можно будет еще до захода солнца увидеть серебряно-черные флаги На красных крышах башен Мориборского замка Он расседлал кобылу и, отпустив слугу, сам протер ее Аплигат был королевским гонцом, а королевские гонцы Никому не позволяют прикасаться к своим лошадям Съел внушительную порцию яичницы с колбасой и четвертушку пеклеванного хлеба Запил квартой пива Послушал сплетни, самые разные В корчме останавливались путешественники со всех сторон света Вдоль Ангре снова заварушка Снова отряд лирийской кавалерии столкнулся на границе с Нильфгардским разъездом Мэва, королева Лирии, опять на весь мир обвинила Нильфгард в провокациях И попросила помощи у короля Димовенда из Айдирна В Тритагоре свершилась публичная экзекуция Риданского барона Который тайно сносился с эмиссарами Нильфгардского императора Эмгыра В Каэдвене, объединившиеся в большую группу подразделения с Каэтаэлей Учинили резню в форте Лейда В ответ население Арткарайга устроило погром Истребив почти четыре сотни живших в столице нелюдей В Тимерии, рассказали едущие с юга купцы Среди центрийских эмигрантов, собранных под штандарты маршала Виссегерда Царит печаль и траур Ибо подтвердилось страшное сообщение о смерти львенка Княжны Цириллы, последней из рода королевы Каланте Львицы из Цинтры Было поведано еще несколько страшных и зловещих историй Например, что в некоторых местностях коровы вдруг стали давать кровь, а не молоко А на рассвете люди видели в тумане Деву Мора, предвестницу жуткой гибели В Бруге, в районах леса Бракелон, заповедного королевства лесных дриад, объявился дикий гон, галопирующая по небесам скопище ведьм А дикий гон, каждому ведомо, всегда предвещает войну С полуострова Бремерворд заметили призрачный корабль, а на его борту — привидение черного рыцаря в шлеме с крыльями хищной птицы Дальше гонец прислушиваться не стал, он был сильно утомлен Отправился в общую ночлежную комнату, колодой повалился на подстилку и уснул Поднялся на заре, выйдя во двор, немного удивился Оказалось, что он не первым собрался в путь, а такое случалось нечасто У колодца стоял оседланный гнедой жеребец Рядом в корыте мыла руки женщина в мужской одежде Услышав шаги апплигата, она обернулась Мокрыми руками собрала и отбросила на спину буйные черные волосы Гонец поклонился Женщина слегка кивнула Входя в конюшню, он чуть не столкнулся со второй ранней пташкой Молоденькой девушкой в бархатном берете, выводившей в этот момент серую в яблоках кобылу Девушка потирала лицо и зевала, прижавшись к боку лошади «Ой-ёй!» — буркнула она, проходя мимо гонца «Точно усну в седле, усну! Ау-а-а-а!» «Холод разбудит, когда кобылку разгонишь» Вежливо сказал апплигат, стаскивая с балки седло «Счастливого пути, мазелька!» Девушка повернулась и глянула на него так, словно только сейчас увидела Глаза у нее были огромные и зеленые, как изумруды Апплигат накинул на лошадь черпак «Счастливого пути, говорю!» Обычно он не был словоохотлив или разговорчив Но сейчас чувствовал потребность поболтать с ближним Даже если этим ближним была самая, что ни на есть обычная, заспанная девчонка Может, виной тому долгие дни одиночества на дороге А может, то, что девчонка немного походила на его среднюю дочку «Храни вас, боги!» — добавил он «От несчастий и дурных приключений!» «Вы же вдвоем, да к тому же женщины, а времена теперь недобрые Кругом опасности поджидают на большаках» «Опасности!» — вдруг проговорила девочка странным измененным голосом «Опасность! Тихая! Не услышишь, как налетит на серых перьях!» «Я видела сон! Песок! Песок был горячий от солнца!» «Что?» — замер Аплигат, прижимая к животу седло «О чем ты, мазелька? Какой песок?» Девочка сильно вздрогнула, протерла лицо Серая в яблоках кобыла тряхнула головой «Цири!» — крикнула черноволосая женщина со двора Поправляя подпругу и вьюки «Поспеши!» Девочка зевнула, глянула на Аплигата Буркнула что-то невнятное Казалось, она удивлена его присутствием в конюшне Гонец молчал «Цири!» — повторила женщина «Заснула?» «Иду, иду, госпожа Йеннифер!» Когда Аплигат оседлал коня и вывел во двор Женщины и девочки там уже не было Протяжно и хрипло пропел петух Разлаялась собака В деревьях откликнулась кукушка Гонец вскочил в седло Неожиданно вспомнил зеленые глаза Заспанной девочки Ее странные слова Тихая опасность, серые перья, горячий песок «Не иначе, как не в своем уме девка!» — подумал он Множество таких сейчас встречается Спятивших девчонок Обиженных в военные дни мародерами Или другими бродягами Да, не иначе тронутая А может, просто как следует не проснувшаяся Еще толком не пришедшая в себя Диву даешься, какие бредни Порой люди плетут на рассвете Между сном и явью Он снова вздрогнул А между лопатками почувствовал боль Помассировал плечи пятерней Оказавшись на мореборском тракте Он всадил коню пятки в бока И послал в голуб Время торопило В мореборе гонец отдыхал недолго Не кончился день, а ветер уже снова свистел У него в ушах Новый конь Чубарый жеребец из мореборских конюшен Шел ходко Вытягивая шею и метя хвостом Мелькали придорожные вербы Грудь апплигата прикрывала с ума С дипломатической почтой Зад вопиял Хоть бы ты себе шею свернул Летун проклятый Рявкнула ему вслед возница Натягивая в вожжи пары Напуганной промчавшимся чубаром Ишь, прет, будто ему Смерть пятки лижет Ну-ну, придурень Все едино Откостлявой не сбежишь Апплигат протер Слезящиеся от ветра глаза Вчера он передал королю фольтосту письмо А потом проговорил тайное послание короля Димовенда Димовент фольтосту Вдоль ангры все готово Ряженые ждут приказа Намечен срок Вторая июльская ночь после новолуния Люди должны высадиться на том берегу Спустя два дня Над большаком громко каркая летели вороны Они летели на восток в сторону Махакама и доль ангра В сторону Венгерберга Ганец мысленно повторил слова секретного послания Которого через него король Темерии Слал королю Айдирна Фольтост Димовенду Первое Акцию задержать Мудрилы собрались на острове Танет Хотят встретиться и что-то обсудить Их сбор может многое изменить Второе Поиски львенка можно прекратить Подтвердилось Львенок мертв Аплегат ткнул Чубаровы пятками Время торопило Узкая лесная дорога была забита телегами Аплегат придержал коня Спокойно потрусил к последнему в длинной веренице возу Сразу же сообразил, что через затор не пробиться О том, чтобы повернуть назад, не было и речи Слишком большая потеря времени Лезть в болотистую чащобу, чтобы обойти затор, тоже не очень улыбалась Тем более, что дело шло к ночи Что случилось? Спросил он возниц с последней телеги обоза Двух старичков, из которых один, похоже, дремал, а второй был мертв Белки напали Отвечайте, я спешу Не успел старикан ответить, как со стороны невидимой в лесу головы колонны Послышались крики Возницы спешно запрыгивали на телеге, хлистали лошадей и валов Сопровождая удары малоизысканными проклятиями Колонна тяжело стронулась с места Дремавший старичок очнулся, тряхнул бородой, чмокнул мулом И хлестнул их вожжами по крупам Старик, казавшийся мертвым, воскрес Сдвинул на затылок соломенную шляпу и глянул на апплегата Глянь-ка, он спешит Эй, сынок, тебе посчастливилось? В сам час прискакал И то верно Пошевелил бородой второй старик и подстегнул мулов В сам час Ежели б в полудень заехал, стоял б с нами, ждал вольную проезду Всем спешим, а торчать пришлось А как проедешь, коли тракт заперт? Тракт был закрыт, это почему же? Сверепый людоедец объявил, сынок На лыцарь напал, что сам друг со слугой ехал Лыцарь-то вроде как чуть-то этот башку вместе со шлемом оторвал Коня чтишки и выпустил Слуга успел драпануть, кричал, мол, ужас там одна Мол, тракт аж красным стал от кровище Что за чудовище-то, спросил плегат, сдерживая коня Чтобы продолжить разговор с возницами, едва волочившейся телеги Дракон? Не, не дракон Встрел второй старичок, тот, что в соломенной шляпе Говорят, мандыгор, аль как-то этак Слуга болтал, мол, летучий стерв, страсть какой жуткий А уж ярой мочи нету Слуга думал, сожрет лыцаря и улетит, а он где там? Усел с недороги к курвище И сидит, шипит, зубишем и клацает Но вот и закупорил дорогу, вроде как пробка флягу Потому как, ежели кто подъезжал и чуду-энт увидел, тут же возбросал и дёру Вазов понабралось с полверсты А кругом, сам видишь, болоты, сынок Пуша и трясина, ни объехать, ни завернуть Вот и стоим, стало быть Столько народу, фыркнул гонец А стояли, как столбы коти Надо было топоры хватать до коля И согнать зверюгу с дороги, а то и прибить Оно, конечным делом, пробовали некоторые Сказал державший в вожжи старичок, подгоняя Мулов Потому что колонна двинулась быстрее